Здравствуйте, дорогие друзья! Настало время приступить ко второму дню BTS Pro Series. Очередной турнир Beyond the Summit, который проводится в Северной и Южной Америке, объединенный для этих двух регионов. И, собственно, помимо этого, также параллельно они большие любители проводить турниры в Юго-Восточной Азии. За неимением мейджора, за неимением DPC прямо сейчас идущего, как раз-таки отличные шансы на онлайн-турнирах поразминаться, подготовиться. И даже, я бы сказала, наверное, зачилить пока еще в ожидании нового патча, который уже со дня на день должен будет объявиться. Ну, точнее говоря, до него ждать осталось у нас-то, в принципе, недельку ровно. И чем мы, собственно, с вами будем в общей компании заниматься сейчас. С вами я проведу ближайшую Best of 2 серию. Напоминаю, что здесь у нас круговая система Best of 2, поэтому вне зависимости от результата первых двух карт на этом серия закончится. И, собственно, на эти две команды мы сейчас еще обратим пристальное внимание. Пока я хотела бы обратить внимание на капчики от Winline, которые составляют на первую карту 1.43. На команду Wildcard Gaming и King of Kings заслужили себе коэффициент 2.48. В принципе, довольно занимательная ситуация, то, что решили именно так это дело оценить. King of Kings уже вчера успели выступить на одной из, собственно, карт и проиграть ее, и вторую выиграть против команды Lava. Но это было вчера, и, если честно, там такая достаточно смазанная встреча получилась. Я не рискну даже сказать какие-то свои предпочтения по поводу этой команды. Это у нас межрегиональная встреча. King of Kings выступает в рамках Южной Америки, и в Северной Америке, соответственно, обитает Wildcard. Вот. Привели как-то Wildcard свой DPC не рыб, не мясо. Пятое место в Северной Америке. А в Северной Америке, я бы сказала, что довольно приличное количество слотов было, как и везде четыре для региональных финалов. Собственно, Wildcard его чутка задоджили. Ну, возможно, в следующем сезоне отыграются, так или иначе, они остаются претендентами на борьбу за мейджоры в рамках ближайшего DPC, который стартует уже 14 марта. И, собственно, у нас тут и мейджор сам объявился. Собственно, мы видели то, что ESL сделали анонс, то, что будет он проводиться в Швеции. И это состоится в конце мая, 20-22 числа, насколько я помню, состоится основная стадия. Сам мейджор стартанет аж 12, только лишь мая. Но, собственно, там Wildcard пока сыграется, пока группа сыграется, первые дни плей-офф, возможно, тоже пройдут у нас за кулисье. И финальчик можно будет посвятить уже просмотру, собственно, из арены, эти выходные, которые он будет проводиться. В это время, я думаю, в Стокгольме погода будет очень и очень крутая. Первый лан в этом сезоне, кстати. Так что тут, как раз, я думаю, появилась дополнительная мотивация у команд как-то взять в руки себя и, собственно, начать уже бороться. Ну и здесь надо оценивать своих соперников, возможно, потенциальных и будущих, так как межрегиональные соревнования вне DPC — это штука очень редкая, даже если это твои соседи из Северной Америки или Южной, соответственно, для каждой из команд. Ну, давайте так потихонечку к драфтам перейдем. Здесь у нас же потихонечку вырисовывается ситуация. И видим то, что у нас появляется Outward Destroyer, который может отправиться и на мид, и на, соответственно, третью позицию, либо ее может занять Барикт, кстати, который у нас не факт, что на четверке будет играть. Но пока это еще не очень понятно. Собственно, драфт такой многообещающий изначального Wildcard Gaming, и метовые герои присутствуют, и помимо этого остальется простор для воображения, собственно, что они здесь могут придумать и насочинять себе в этом драфте. А вот King of Kings решили не церемониться. Открыли сразу Манки Кинга, который еще бог знает, куда пойдет, но как-то в этой мете его вроде как и можно на саппорта поставить. Некоторые команды играют, но здесь уже Клакверк появился, Пангольер, то есть слишком много вакансий открывается на эту позицию. Хотя, если прям совсем сочинить, если Вивер пойдет на пятерку и Манки Кинг на четверку, а Клакверк на тройку, то получится полная фигня недобла, на самом деле, из Манки Кинга и Клакверка. Ничего они вместе не могут сделать, играть не могут вместе. Скорее Пангольер с Клакверком вместе будут играть, я бы сказала. Но, с другой стороны, я пока не отрицаю возможности Панга Мид и Манки Кинг первой позиции. Но, в общем, пока я считаю раскладочет, мне кажется, что Мкана саппорта здесь вообще никак не пойдет. Вот. Получается смазанное впечатление от этой двойки. Под Клаками там не подерешься особо, они только друг другу мешать будут. И Фантомка появляется со стороны Вайлдкарт Гейминг. Может, плевать нам баф Манки Кинга, в принципе, в арене прорубить его и так. Так, из плюсов, из минусов тут есть чем ее покайтить. Не сказать, что, правда, здесь она чего-то сильно боится. Наверное, самый главный плюс у Фантомки здесь то, что берста какого-то нет. То есть она тут даже с БКБ может не торопиться, потому что убивать ее мало чем можно. Да и контроль через БКБ, если так распределюсь. То есть разница здесь, ну что, хукшот, Клакверка и все. То есть она, собирая БКБ, решает абсолютно все свои проблемы и пробивать ее пока нечем и некому. Манки Кинг тяжело конкурирует с Фантомом Ассасин на мидгейм стадии тем более. Ну, посмотрим, о чем будет этот Манки Кинг. Пока не утешает то, что Кор был открыт изначально, но, возможно, сейчас как-то это все дело пересвапается и будет более понятно, чем оно закончится. А пока будем смотреть. Кстати, занимательный факт. King of Kings, они выбрались в региональный плей-офф, свои четвертое место заняли, соответственно, в них поучаствовали. Но сильнее, чем поучаствовали, слово подобрать не могу, потому что сыграли они там всего две серии, после чего покинули его и выиграли за эти две серии только лишь одну карту. Да, неутешительный результат, если честно, но всякое бывает тут. Я думаю, в Венесе Аппу Кингс трудновато в такой ситуации. Довольно сильная конкуренция в Южной Америке. Там у нас и новые лица, новые теги появились, собственно. И Бесткост пока неизменно уже третий год подряд радует своих фанатов хорошими результатами. Хотя, насколько я помню, их онлайн-период во время пандемии, когда все страны закрылись и играли легиональные соревнования свои в онлайне. Бесткост играли их исключительно левой ногой, никак иначе. И занимали где-то очень низкие топы, где-то даже вылетали из групповых стадий. То есть они там даже и не старались. Ну, собственно, копили ману аж до целого янта и накопили ее настолько, что вылетели в Best of 1 серии против Alliance. И под делом им, показав, я бы сказала, не то, что по плохую игру, а скорее недостойную. С учетом тех мобов, которые они там делали. Но, так или иначе, это у нас история будущих нас. Здесь, конкретно в рамках BTS Pro Series, среди участников Бесткост нет. Поэтому это североамериканская организация из США с перуанцами в составе. Я думаю, нас порадуют своим видом позже, уже со стартом DPC. Terrorblade появляется все-таки на первую позицию. Ну и давайте-ка смотреть на расстановочку. Неужели все-таки МК будет вместе с Клаквирком стоять? Ну и Пангамид тогда. Больше некуда деваться. Ну, в принципе, предположения некоторые оказались верные. Ну и на самом деле, даже если были мысли ставить Манкетинга первую позицию, а такое вполне могло быть до появления Фантомки, это просто банально глупо было бы. МК проиграл бы Фантомке точно. ЛТБ как раз-таки ее перебить может спокойно при определенном уровне фарма. Сейчас будем смотреть, как они будут расставляться. И давай, Лама садится на Дарксира. Редкий, кстати, гость у нас в последнее время. Я бы сказала, даже очень редкий. И Дарксира у нас, очевидно, третья позиция. И, значит, Теск у нас будет на Миде играть на ОД, что понятно. И Алекса будут уже встречать на четверке в этой игре. Ну и, соответственно, давайте смотреть. Мини у нас будет играть на Манки Кинге. Ага, ага, вот так они решили поступить. Мини будет играть на Мидовом ОД, значит, Секси Фет будет на тройке играть с Клакверком. Да, это гораздо лучше, гораздо более хороший вариант, я бы сказала. Действительно, как-то вроде я упоминала это в стадии драфтов как возможность, но что-то я сама себя заигнорила и в итоге ничего не сказала. Ну, если честно, МК на Миде тоже так себе будет. Добивать Крипчиков ему там просто не дадут. А с появлением Метеора минутки так на седьмой ОД Манки Кинг, скорее всего, отправится заставлять себя уважать в таверну. Ну, окей. Не очень мне, если честно, в совокупности нравится Кинг оф Кингс драфт. Все-таки такое ощущение, что их заставили выкручиваться, и план на линии у них был совершенно не такой. Хотя, может, я чего-то не знаю. Сейчас я увижу летящий разнос от Манки Кинга на ОД, который будет приведен. Но как-то чуйка мне моя с некоторой долей опыта подсказывает, что вроде как ОД вообще, тем более с милишниками, которым особо нечем Крипов добивать на рейнже. А Манки Кинг разве что палкой может в этом плане похвастаться. Он должен их спокойно переласхичивать. Астрал все-таки штука такая, которая гарантированно мешает на стадии лейнинга добивать Крипов. А ОД ими по спамить очень-очень-очень любит. О! До этого момента здесь все писали на испанском-португальском, и тут решили вписаться с СНГ-фразочками. Хорошо, хорошо. Учтем, запишем это плюсиком в карму. Ну, пока пауза, пока тут Бенни перезайдет. Типичная, так сказать, ситуация сейчас. Все, все готовы. Сейчас стартанет. Вайлдкард сам по себе как тег появился недавно, свеженький. У него за душой пока только участие в последнем ДПС. Но лица там все те же, на самом деле. Многих из них уже приходилось видеть раньше. Самая, наверное, главная звездочка — это сами бой в этом составе. Много у него разных приключений было уже в рамках профессиональной доты за последние годы. Наверное, самым большим у него по-прежнему остался состав с Eternal Envy. Но состав с Eternal Envy как-то у нас не всегда остаются целыми на протяжении долгого времени. Нередко возникали всякие ссоры, конфликты. Я, по-моему, там в том же составе как раз-таки и Гунар был, в котором он с вами был. Но что-то моя память мне может изменить. Тим Тим он назывался. Так или иначе, здесь у нас уже обновленные ростеры. Топ-4 Северной Америки, в принципе, результат... Топ-5, точнее, в случае с Вайлкард. Не знаю, насколько достойный. Раньше все-таки были Quincy Crew с ЕГЭ, такими отдельно стоящими фаворитами. Сейчас, что с ЕГЭ будет, это мы еще посмотрим. Потому что, по идее, они выступать там снова будут с Nightfall на Hardlane позиции. То есть замена какой-то полноценно не произошла. А получилось ли у Nightfall доехать до Bootcamp'а Evil Genius'а с это еще тоже вопросом остается. Хотя, возможно, где-то информация была, но я ее не видела. Спрегулись ради, мне кажется, в этом довольно мало смысла. Учитывая то, что региональные финалы длятся всего лишь 3 дня. И, соответственно, для Северной Америки он стартует уже 18-го числа. Совсем скоро, через парочку дней. И как-то, мне кажется, что даже если все дрязги лишились, то длиннейший перелет до Nightfall ради недельки Bootcamp'а. Как-то тут сейчас все, судя по всему, судя по новостям. Так, тут у нас Алекс пока... Интересно, как оказался там за линией Т1-вышки. И в итоге погиб от рук зашедшего-то глубоко противника. Загнали его туда, загнали. Видимо, Клакверка здесь и не на такое способен. Но, учитывая то, что Бенни прожил метаморфозу, и она уже заканчивается, судя по всему, дело было в дэмаже, нанесенном Террор Бейд. Да. А, нет, здесь Вивер пробегал, кстати. А Вивер у нас... Уже смылся отсюда. Просто улетел на телепорте. Ага. Видимо, они просто триплой на ФБ встали, в принципе. То есть все, тогда... Ребус решен. Почему это случилось? А это я уже удивилась. Секси Фэд очень неплохо так пробили. Подыгнает, который Сэм накинул. И Фантомка практически добила своего оппонента. Оставила очень лоу хп еще и Вивера. И по-хорошему сейчас должна сама уходить, пока ей не сбили Фласку. Но, тем не менее, она очень много регена сейчас выбьет из-за боев. Фласка у них, я так понимаю, здесь не имеется. Вот, только одна у Вивера. И, скорее всего, придется ее секси Фэду отдать. А тут надо еще и как бы проследить момент, чтобы тебя Игнаетом не убили. Потому что сами бой на это способен. Но Игнает успешно переживается. И Фласка выпивается, отдает Хэнзе свою Фласку секси Фэту. И, соответственно, дальше на линии можно жить. И также Фантомка от пицца отъездиться уже успела. Начало такое, спокойненько теперь у нас обещают быть. Хотя демедж от Угрмага не стоит недооценивать. Сейчас он, помимо Игнает, еще и Стан накинет. И демеджа будет просто уйма. И, помимо этого, Дагерок уже мы видели от Фантомки, которую она может накинуть. Но на нее в ответ в двум напали. Причем на ней висит Жук. И демеджа из-за этого с ручек очень много набивают. И видим, что это заканчивается смертью Фантомки. В итоге передайвило. А наверху забирается Клакверка. Теперь уже здесь никаких точно не было мешающих факторов. Фиди Вивера внизу, который мог бы помешать этому делу. И Бенни очень сильно пострадал. Но Бенни сейчас Фласку привезет как раз-таки Клакверка. Поэтому его жизнь будет вне зоны риска. Но стоять против двух милишников с щитками Дарксира на Террорблейзе, у которого крайне редко появляется поначалу рейнжевая форма, ввиду Медоморфоза с огромным хулдауном, это зрелищ не из приятных, я бы сказала. Так что и здесь все не слава богу у кэри-команды Аппу Кингс. Но так или иначе у Фантомки дела похуже обстоят. То, что она сама пыталась на фраг какой-то себе заработать, но в итоге только проблем лишних не жила. Ну, в принципе, одна смерть на таких ранних таймингах, это не супер страшно. Закупиться чем-то можно было при смерти успеть, хотя я не вижу, что у Фантомки что-то было. Я видела, что с Виномом у нее Курьера сбили, но там, по-моему, был Вином, а не полноценная готовая арбокоррозия. Да и, в принципе, я думаю, что закупился бы под именно коррозивную арбу у Фантомка, а не под стик грыженый. Если бы планировал это делать, потому что собрать его пораньше — это плюс тысяча к шансам сделать фраг в начале. Ну и, кстати, здесь такое ощущение, что на этой линии действительно не хватает этим парням просто дебафа коррозивной арбы, чтобы сразу все закончилось в их пользу. А тем временем Барик у нас умирает уже второй раз. И в этот раз фраг достался Бенни тоже. У него два фрага имеются в запасе, один ассист еще помимо этого. И вторая метаморфоза также не прошла бесследно для хард-линии команды Вайлдкарт. Ну, по фрагам видим то, что поддавливают пока Аппу Кингс. Но, если честно, я думаю, что и ситуация в целом на карте выглядит не так уж и утешающе. Хотя вот смотрим на мид. Я ожидала, что на миде будет не так все хорошо, но Манки Кинг ближе держится по грипп статуе. И причем даже эску, я так понимаю, мешает жить периодически. 8 денаев у него есть. И будем наблюдать уже за тем, что будет у Мини с Нетворсом. Хотя давайте сейчас посмотрим, куда нам тут... Еще смотреть. Ну, а разница тоже тут невелика. Сотни золота. Помимо этого, УТБ. Видим то, что ситуация не из-за самых таких плохих. На первом месте он находится по Нетворсу. И 400 золота относительно Фантомки выиграл. Ну, в этом сыграли вот эти два фрага. И разница по Нетворсу, которая еще возникла ввиду смерти. А тут, я смотрю, Угромак еле живой. Еле живой. Его Сексифет все-таки догоняет. И размен чуть было не произошел. Я так понимаю, что в этом месте оказался Угромак попытки именно догнать Вивера. Но Вивер успешно ориентировался на базу и скоро вернется. Ну, и Угромак даже еще скорее вернется. У него ТП сейчас будет не в полдауне. И он с телепорта и прилетит. Поэтому успеет сюда даже раньше Вивера. И, возможно, даже есть смысл попытаться напасть. Вот, да, только Орбов Феном покупает себе Фантомка. Не каразивная Арба. И эта каразивная Арба здесь такое ощущение, что появляться и не будет. Зато есть уже намеки на будущий БФ. Перефармливать ТБ надо. Стараться темповать. Именно по поводу этого пункта. И надо будет еще и стаки на аншах поделать. Желательно, чтобы это точно укрепить. И видим то, что Вивер не поторопился вернуться на линию. Поэтому решили показать Пангалиера, кто тут хозяин на этой линии. И видим то, что у Ивса, кстати, могут возникнуть трудности с выживаемостью снова. Потому что сюда успел потянуться Манки Кинг. Но задоджила очень хорошо Фантомка Стан от мини. И уходит под тавр. Жука на нее тоже не повесили. Поэтому сами бои сейчас... Я смотрю, что в первую очередь будут убивать. И с этим мини справятся. Ну и Фантомку тоже рассекретили. Нашли. Но давить под тавр насколько ли хочется. Вопросики еще. Есть разгон от Братрума. Но Барик будет бежать еще сюда достаточно далеко. А еще зато пришедший сюда с дабл демиджем Молтор Дивауэр. Проблема решает. Это минус Папанга. То есть размен уже Кора на пятерку. И еще и вместе с этим погиб и Саппорт с ним. Настоящий на линии. Вивер. Вот Манки Кинга надо спрятать. Но Астралом Призмак пока на кулдауне. Через секунду будет. А сейчас его на ветке-то и просветить нечем. Никакого Флайвижена нет для этого. Фантомку тоже все-таки доели. То есть 2 на 2 размена в общей сложности. И видим то, что по итогу этого размена плюсе остались именно в Вайлдкарт. Да. Зря там так подфидели. Хорошо хоть Минни не умер. Потому что это сильно бы испортило положение. Ну и что мы наблюдаем? Зато ТБ, который все это время стоял один. Его бросил Барик, который... Должен был мучить его. Оставили собственные саппорты. Там вообще на Мид Клакверк ушел качаться. О-о-о! Вот это уже такое себе. Митеру Хаммер есть, а реализации нет. Но лучше бы ВД вернулся на Мид и пушил бы вышком на самом-то деле. Он вполне бы за время отсутствия Манки Кинга мог ее на половину ХП точно принести. Может даже и целиком снести. А вот это от него явно было зря. Сдержался. Ну а видимо это связано с тем, что Фантомка уже отказалась возвращаться на линию. И решили дефать подходящих сюда, запушить до 1 желающих. И видим то, что внизу у нас снова забрали Барика. В этот раз помог Мини в этом вопросе. И давай Ламу тоже должны будут забирать. У него мана закончилась. Не суржать тебе ничего. Да и вообще сурж у него тут был на кулдауне. И маны не хватило бы при всем желании. Никаких тут сурингов нету, ничего нету. Йогурмак, который подоспел сюда, видимо тоже на намечающуюся драку. Он не сказать, что себя как-то проявил. Как итог, видим то, что Аппу Кингс сноуболит. Сноуболит преимущества, которые наработали изначально. И несмотря на преимущество всего лишь в одну тысячу золота, они сейчас вполне уверенно откармливают Террор Блейдом. Который себе будет собирать. Интересно, серьезно себе будет? Я шукаю собирать или... Он просто хайпит на этом. Ну тут пока я смотрю то, что Вивера где-то подрезали. Видимо, по Варде я попытался, но... Поставил Сентряк. И все. Хотя, может, там сбили. Не, не сбивали ничего из Вардов. Ну и что теперь? Восьмая минута игры. Давайте глянем на ковчике от Винлайн. Что там можно, интересно, запрямитесь. 1.87 на эту карту они сейчас предлагают на Вайлдкарт Гейминг. 1.87 на Кинг оф Кингс. Вот именно. Вот именно, что приходится теперь немножко переобдумывать свои поспешные выводы на первую карту. Там все-таки в статусе такого крепкого фаворита выступали Вайлдкарт. А здесь они начало явно подзаливают. Но это тоже, опять же, еще ни на чем крест не ставит. Тут ситуация не выглядит какой-то патовый с точки зрения драфта, с точки зрения возможных атак. Вот просто хотелось бы, чтобы медовый ОД побольше импакта вносил. Все же он даже на сайдлине, как правило, в соло к этому моменту с вышкой справляется Т1. А тут и тем паче на миде хотелось бы, чтобы он что-то подъел. А тут, судя по всему, если и был сделан удар с Митерхаммера, то максимум 1. И то, мне кажется, что это скорее крипы какие-то запушенные подъели. Звука игры прибавить-то можно, конечно, друзья, но на самом деле зря вы об этом просите. Вы еще, я боюсь, что пожалеете. Тут, когда начнутся стритки и убийства, как правило, это к хорошему не приводит. Но ваше право, ваше право. Прибавляю, ребят, как заказываю. Я периодически могу подчекать, что вы пишете, но, к сожалению, тут вах, как на Алекса напали. Да. Барик тоже у нас пока такой довольно пассивный геймплей показывает, но понятно, почему у него сейчас даже 5-го левела нет. И, возможно, книжку может он покупать, хотя... Что он там все везет? Книжку или случайно? На книжку все, шестое будет. С азерстрайком можно пойти в более активные атаки. Переместиться куда-нибудь на топливо, попробовать с Пантомкой помочь убить. Например, можно заспотать. Ага, никого нельзя. Тут Гармага пока просто отдали. Никто никаких даже телодвижений не стал делать. А внизу разгон есть на Манки Кинга. Давай Лама. Пока еще жил, но ракеткой его добивают. Дальше Алекса будет контролировать мини. У Тима ей даже не понадобилось задавать. Его хотели оставить на Серема, но не факт, что его здесь успеют догнать. У Спиридбрейкера пока еще кулдаун его разгона. А за это время вне зоны досягаемости может оказаться, во-первых, спокойно. Так, все-таки все. Капати же сделаю. Вот что. Вот так. Фантомка. ВФ будет иметь к солидному таймингу, по идее. И мешать перестали после лейнг-стадии. Там она умерла, собственно, два раза. Жаль, что фрага у нее не имеется. Четыре как ассиста. Эска заперли. Эска сбивает Коги. Эска задерживает дальше хук-шотом. И Манки Кинг должен самусть добить. И, видимо, для того, чтобы задамажить кого-нибудь, и Фантомка добила, была использована и ультимативная способность. Но Санте Цикликс мало дэмэджа на нее. Зато Фантомка, в принципе, подъела неплохо. Также она потерялась у мана, стукнувшейся Коги. Но Серема догонять здесь уже ей некому особо. Братрум тоже без маны стоит. И без регена маны. Чарджа у него не будет. А Вивер тем временем Спирит Весел собирает, пока только урна имеется. Но контролирует вражескую тройку. Сейчас есть понимание, что стаки здесь делаются. Заблочил один кемп из обычных крипов. И дабл дэмэдж наблюдается у нас на верхней части рун. И тут его как раз заденаял своей иллюзией. Айтероблейд хороший контроль от него. И, собственно, ТБ сам на первый слот решил ничего не собирать такого. Особенно у нефальконблейдов. И вообще каких-либо прыжочных артефактов на мотив Драгон Лейнса. Он просто берет себе сразу манта стер. Возможно, это говорит о том, что он хочет геймплей поактивнее. Да и по стиме здесь тоже есть что. Хейс. Видимо, пока хочет все-таки поближе быть к этому Спирит Веселу. Едва ли он здесь у вас дофармит. Но Лесель будет полезен. Всегда он хорошо помогает с точки зрения убийств. Дарксир тоже такие вещи не любит. Сам Дарксир Сайленс решил собирать. Кстати, второй раз я вижу, как Дарксир пикается и собирается на него Сайленс конкретно. Не могу сказать, что прям огромный импакт в этом вижу, но... Кого он заткнет-то? Не Бибера, скорее всего, не догонит. Клакверк-то, в принципе, бог с ним на батарейки нажал. Только после этого файт не нашел. Остальные БКБ себе соберут. Пэнни. Минус пошел. Нашли на вражеской тройке здесь как раз-таки фармящего. Кэрри. Забрали его. Хороший выход. Еще и Вижен можно было бы расставить. И, кстати, это и сделали. На дефолт и спот поставили один обсервер. И на этом он закончился. Так что поубавили немножечко пыл товарищ Террорблейда. А, видимо, что Алекс тут бежал, я так понимаю, на хрик-поп вообще вниз. По пути нашел двоих противников. Сам погиб. И, видимо, кстати, сами бой с собой отдаст еще. Ну ладно, тут зато Манки Кинга знает, что арены теперь уже нет. Но я думаю, Манки Кинг и рад такому размену. В ближайшие 100 секунд он вполне может позволить себе дофармливать саблю. У него орбов караужин есть. И сабля совсем скоро будет. И я даже не вижу здесь пока необходимости ее будет разбирать и БКБ собирать сразу. Хотя, возможно, он и передумает на этот счет. Потому что ОД рано или поздно начнет действовать. Но пока он больше не действует, а бездействует. И мы видим то, что с Митюрхаммером он пронес все же медвышку. Я тут поздравляю, это его заслуга была. Но вообще, в принципе, ОД в этой мете не первый раз. Наблюдаю, что на третьей позиции, что на миде. Вот пока они соберут Аганим и Шарта, они АФК. А здесь еще, тем более, ОД был вынужден собрать себе Форст Апс, которого, собственно, сейчас пытался догнать Вивера. И Вивера получилось догнать. И, правда, успеет ли убить? А, он ульту вот так вот сразу нажал. Видимо, надеялся, что задоджить Митюрхаммер, но не тут-то было. Я так подозреваю, что какой-то вижен же должен был быть. Как-то же его заметили. Кто-то его на хайгрануле зачекал, но, возможно, просто было невнимательно. Там кто-то стоял и фармил уже все это. А, это как раз Фантомка и фармила, да. И Фантомка и фармила. А у Фантомки самой-то осталось буквально один кейм крипового добития. Будет Battle Fury готовый. И ничего у нее в Курьере не застряло в умершем уже. Поэтому БФ у нее будет на 16-й минуте собран. И дальше фарм пойдет только в Гуру. А тут новый разгон. Снова. На Клакверка. Напорится, интересно. Да, да, должны его забирать. Убермагда С там. С начинает пробивать. Хочет немножко разорвать дистанцию для того, чтобы скистовать еще и Митюрхаммер. И поэтому Глакверка здесь вырежут еще, не насменивая того, что здесь происходит внизу. А теперь настало время это доме фоткать. Мини-споткали. А Виер ушел. Снова минус мид позиция. Как-то тут у нас с Манки Кинг видим то, что вроде стрик убийств набрал, но загнали его в угол, считай, под собственной Т2-вышкой драка. Для него неудачно обернулось. И в Блиндайгер появляются пангольеры. Именно такой слот решил он взять себе в качестве первого. Ни какие-нибудь там лотусы, ни тем более ветра, а просто сразу блинг. Тоже, в принципе, один из возможных вариантов того, как врываться с Роллин Тандером. А Террор после завершения Монта Стайла продолжает на том же самом месте, где не так давно умер, и фармить еще и Скади. И с этим Скади мы его увидим тоже довольно скоро, если ему снова никто не помешает. Хотя можно сейчас нажать мету и подраться, попробовать. И, собственно, он к своей команде подтянулся, нажимает мету и начинает пушиться мид-вышка. Да, Спейс надо отвоевывать, явно слишком сильно нагреют Велкарту от того, что они заходят на вражеский лес и вот так вот безнаказанно там людей убивают. Только сейчас себе Фантомка принесла БФ. Интересно, вроде как она там в Фротсворд Е11 оставалась. Что она долгая. Ладно. Сейчас только фарм для нее начинается, а дальше Блэкин Барр будет себя собирать. Ну да, ПКБ здесь решает многие проблемы. Драгонскейл нашел уже. Бангольер начинает выпадать предметы. Второго тира на 17-й минуте. Хейзнес. Давай, Лама не в позиции оказался. Его нашли по лесам. Он здесь прятался, ждал, что кто-то на мид выйдет, но не тут-то было. И дальше Эска также подловили. Эска начинает сбивать. Сначала Иллюзия, созданная от стенки, а потом дальше и Бенни подошедший. Семи бой минус. Его тут должен добивать сексифайт точно. На Аликса был скастован еще и Сандер, но убивать его никак не получается. Ипс не решился прыгать в драку. Видимо, без БКБ опасается. Ну и в целом, да, тут поддержки какой-то большой нет. Только два саппорта. Всех палкой разом останавливает Манки Кинг. Это, кстати, может слить смерть для всех из проих. Да, тут неожиданно оказался целый ганг-отряд, который ожидал такой атаки. И это закончилось минус пять в общей сложности. Даже минус шесть. С Байбека погиб с Эмебой. А тут дабл дэмэдж, и можно-то развернуться на Рошана пойти. Раз уж так услужила им эта руна. Ну, собственно, что и требовалось ожидать. Слава богу, вивер у нас не вчерашний. Это вчерашний собрался перед Веселом, а дальше начал фармить дизоль по КБ и по обычку. Но его команда это простила, хотя несколько неудобных моментов из-за отсутствия такого более utility вивера у них возникло. Вчера вообще довольно-таки смазанные все серии были, которые мы смотрели. Но здесь начинается все более-менее методично. То есть по-прежнему еще фантомке только надо начинать фармить. И по-прежнему задача команды самое главное отвоевать эспейс для этого фарма, чтобы не только тремя кемпами Тройки она ограничивалась, но и на линии хотя бы было безопасно выезти. А Сексифет тем временем давай ламы поймал. Учитывая наличие Аегиса у Аппу Кингса, это очень сильно стопит их возможность напасть. Хотя хотят ли они сейчас нападать? Да, в принципе могут. Вот мета есть уже. Я смотрю, Террор тут уже присматривается к всяким МКБшкам, судя по его битбэм. Серим. Минус. Да, решили вообще здесь в Вайлдкарт не стесняться. И несмотря на наличие Аегиса у противника просто идти на перехват, нападать. И делать такие точечные минусы, которые позволяют отложить, по крайней мере, вот это нападение в Смоках, который может улучшиться от Аппу Кингса. Им вообще надо это делать. По-хорошему. Спирит Брейкер уже приближается к... Ну, к Шелл Блейду. Решила начать, как обычно, с него. Дальше Аганим не помешает. Дальше этот вопрос будет только актуальнее. Хотя, может, и Террор сейчас тоже... Вообще-то этот делает. Сильвер. Тоже, я думаю, что с этой стороны к этому вопросу подойти можно. А Манки Кинг Блэк Кинг Барр пока что мусолит. У него уже есть больше половины. Две трети собраны. Ну, и Клаквер просто форстафом довольствуется, чтобы хоть как-то инициировать или кому-то помогать в случае необходимости из-под Митюр Хаммера, например, выйти. Или из-под фокуса от Спирит Брейкера. И вот смог был нажат. Все-таки все рестнули, всех дождались. И знают, на кого нападать хотят. Давай Ламу нашли. Точнее, нашел его у Бенни. И Давай Лама уже находится под Виженом, который Мини устраивает сединоветки. Сам Мини хочет раскистовать ультимативную способность. Спускается за деревья. И Сэма будут забирать и Давай Ламу вместе с ним. Под Суржом хочется убежать, но он в любом случае от Спирит Весела догорать уже должен. И следом за этим сразу же забирается два вышка. Укрепляются Аппу Кингс. Хорошо они провели эту пост-Рошанную драку. И несмотря на то, что это был первый Рошан, и частенько эти наиксы остаются без разменов. Здесь уже получилось выбить себе эту два вышку. А, соответственно, ванпост и преимущество на некст Рошана потенциальное. И внизу еще и подловили фармящую Фантомку, которая решила под шумок пропустить нижнюю линию. Сэрема забирают, правда, через Незерстрайк. Ну и Алекса то ли проигнорировали, то ли решили ничего не делать. Вообще, скорее всего, решили ничего не делать, потому что там только МК мог быть телепорт, палка, а палка была в фуллдауне. И уже начинает буйствовать потихонечку. И Вивер забирает Эска. Но Эска здесь просто нет. Вот просто нет. И билд у него, конечно, пика, конечно, классная, но сейчас настолько ОП на нем агоним, чтобы не собирать его вторым слотом. Это должны очень сильно вынудить обстоятельства. И по-хорошему они вынуждают все-таки пользу какого-нибудь Блэкингвара, чтобы уходить или что-то в этом роде. А Юндиск, может быть, даже. Но пику собирать. Почему не Форстаф, а вот именно целую пику. Хочет как старый добрый ОД, который именно напрягал своим сильным арбом, настаканным. Здесь что-то в этом роде, возможно, собирается и ОД исполнять. Но выглядит, если честно, сомнительно. И вот сейчас еще БКБ будет фармить, а что выхода уже и, по сути-то, и нет. И выглядит не как ни билд, а не очень полезно для команды в будущем все-таки. Агоним много слишком дает. А Сэм нападает. Мини, у которого есть дабл-демэдж. Прикатился сюда Аликс. Но Мини задоджил как минимум демэдж от этого с Мисчифа. А дальше в Инвиз ушел. Просто паратрум. И игнорирует всех подошедших. На развороте драку вайлдкарты хотели бы провести, возможно. Но Зогармага это трудно будет сделать. Он пока самый, к сожалению, плотный оффлейн. Э, госпит фронтлейн. Эск. Ну что, фики-то нет. Фики-то нет, а как уходить? А никак уже не уходить. А уже никак. Ультанул на развороте эск посмертно. С сериан погибает. Но размен, видимо, то, что получился, конечно же, в пользу. Команда Апплкинс снова разменяли кора на саппортом. Хотя погибли два саппорта. Там еще, тем более, Виверстрик отдал на Мини. Стяжка есть. У Мини скоро закончится Аегис. Буквально через 8 секунд. Поэтому драться надо сейчас. И это заканчивается одним убийством пока что еще по Сэму. Но буквально на тычке ушел Дарксир. И регенится Мини. Пока на него разгон сразу есть. Ну, нельзя так рисковать. Ой-ой-ой. Ну, это Йолу. Это был слишком Йолу-гейминг. Здесь надо наказывать Мини, конечно же. За такое. Это он тут сам руина. Зря пошел. Жадности губит дотеров. Мы видим то, что сейчас так оно и случилось с Мини. И как бы они потом, мы слишком больно не поплатились за такое. Потому что 600 золота было снято с него. Хорошо, что до Вайламе досталось. С Дарксир. Он бы сказал, что прям какой-то мега крутой со слотами остановится у него. Глобально не меняется практически ничего. На Бибера напали. А, я только хотела сказать, Солоного не убьет. Только тут уже и Фантомочка подтянулась. Ну, а температуру копят всей деревне деньги на Аганим. Полезная штучка будет. Я бы, на самом деле, сейчас бы даже на какие-то более пассивные по фарму позиции сдвинула бы Дарксиро и отдала бы пространство по фарму Спритбрейкеру, чтобы у него Аганим появился. Он будет X300 полезнее с Аганимом. Так, ну и Мини видит все. Мини ждет. Я так подозреваю, что прыжки Манки Кинга, вот эти роботические, тоже видели. Палка есть. Покатился Секси Фетт с Бинком. И Бенни без мета начинает настреливать. Секси Фетт дальше покатился. Давай, Ламу просто не отпускают. Есть Кортик, который никак не помогает ситуации от Ливса. И также видим то, что очень далеко решил Серем ворваться. Поставил Хоги, закрыл Сэма. И это дает возможность еще его отцепить отдельно от команды. И забрать очередные Кортики. Летает от Ивса. Теперь же Ивс решил нападать. Он напал прямо на палку Манки Кинга. И благо команда просила БКБ-топаут. Ооо, не ушел никуда. А то что, он же купил МКБ. Буквально минуту назад он не осмотрел, у него МКБ еще не было. И на 25-й минуте команда Wildcard решила согласиться со своим поражением. Я в целом соглашусь. Я в целом соглашусь. Фантомка явно не успевает кушь хайграундом. Он не успевает к Экстрашану ничего нафармить. Она вообще не конкурентно способна против ТБ с такими слотами. ОД никакой получился. И то же самое касается еще и Дарксира. То есть, ну, Дарксир сам по себе такой товарищ. Он на линии должен был унизить просто ТБ. Но не получилось это сделать. Соответственно, поэтому отказались от таких продолжений. Он никакой не геймчейдж-герой. Вот он именно этими щитками должен был уничтожить ТБ. Но ТБ оказалось не так-то просто. И даже несмотря на то, что у него был мили-саппорт в виде Клакверка, который вроде как тоже должен был уничтожаться об эти же щитки, закончилось это все плачевно. И Аппу Кингс выигрывает для себя первую карту уверенно за 26 всего лишь минут. По-моему, быстрейшая пока что на БТС. Но я думаю, что в Альдкарте еще могут. Еще могут здесь за очко побороться. И, собственно, на второй карте это сделать. Нужно просто немножечко драфт помнять. И, возможно, влечь чашку кофе в Эска. Потому что его здесь не было. Возможно, УД просто не его герой. Потому что он должен снова начинать нулевой. Здесь такого не получилось сделать. Да и вот этот Дарксир третьей позиции в ситуации. Это явно не что-то такое ультимативное в их запасе. Явно есть что-то получше. Ну а мы пока будем уходить на паузу. Вернемся уже минут через 10, получается, со следующей карты. А пока посмотрим и подумаем, что же такого там могут сделать в Альдкарт. И им тоже настало время задуматься над этим.